пол литра дешевого винища мне нужны для того чтобы сделать шикарный соус шикарный соус к стейку и картошки сегодня будет исключительно мало ингредиентов но мы будем делать праздничное блюдо праздничное запомните это преддверии новый год люди любят покушать без экзотики да но вкусно и самое главное по праздничному красиво дорогие друзья у меня для вас необычное предложение на одном из стримов мой подписчик андрей предложил организовать тур ну то есть он его организует человек экспат ездит по всему миру знает очень много всего местного и мы собираем группу единомышленников которая захотела бы посмотреть таиланд изнутри начинаем с бангкока потом на север пробуем северную кухню потом заканчиваем все это в крабе на юге две недели тусим и пробуем еду разную спрашиваем смотрим может быть даже кто-то нам разрешит и поготовить внизу есть описание ссылочка на сайте подробнейшая программа пожалуйста подключайтесь я буду рад видеть вас вместе в большой компании по таиланду поэтому сейчас мы сделаем так все ниже она не откручивается значит терочка мандолина или нож в ваших руках тут неважно начнем с у меня был вот такой сотейник сюда пол-литра красного сухого вина можно конечно попробуйте с полусладким но это будет не то две ветки розмарина только небольших давайте вот одну одну побольше одну поменьше вот так вот две небольших ветки розмарина сюда две щепотки соли соль помол номер один наша российская обычная каменная сахар лучше всего взять темный сахар в полусладком не выпаривается не делает его густым а этот сахар другой углевод я не знаю что они делают блин с какого сахара подслащают его но с полусладкого не получается густая масса такая которая такая тягучая сюда добавляем сахар 1 2 3 4 5 6 6 ложек сахара по весу примерно 20 граммов где-то ложка 120 граммов примерно сахара на 500 миллилитров объема вина и еще один ингредиент про чеснок не забываем что он дает совершенно невероятный вкус когда вы варивается это будет не вкус чеснока это будет вкус готового соуса вино розмарин и чеснок раз два три но два с половиной значит четыре с половиной зубчика хотите можем даже по весу прикинуть сколько чеснока будет шелухе но 15 граммов быстренько его долбим вот так вот оп и сюда оп и сюда вы можете конечно добавить и корицу и бадьян и гвоздику можете добавить и какие-нибудь ароматические вещицы но кроме там петрушки укропа да от них толку никакого не будет вы можете добавить сюда соевый соус вы можете добавить сюда бальзамический уксус бальзамический крем вы можете добавить какое-нибудь малиновое варенье сюда уварить вишни потом правда придется протирать через сито но я все равно его будут сидеть все оставим на огонь доводим до кипения и при небольшом кипении то есть огонь понижаем так чтобы кипение происходило но не вот так вот то есть такое буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль но не совсем пуль-буль а такое чуть выше самого слабого значит увариваем это все до вот нам надо где-то до 150 граммов это все уварить на две трети сахар концентрируется потом можно будет его довести лимонным соком если вдруг мало будет кислоты потом нужно будет сахар сбалансировать но это будем пробовать пусть это все варится переходим картофану значит давайте сказал переходим картофану взялся за стейки это стейк альтернативный значит вы знаете прекрасно да что стейки у нас бывают рибай стриплоен и филе миньон из вырезки это три премиальных стейка самых дорогих и самых гламурных но у нас сейчас в россии появилась масса мраморной говядины и мы имеем огромное количество альтернативных стейков которые стоят например не три двести за килограмм или не пять тысяч или как рибай да вот этот стейк стоит 700 рублей килограмм например у меня на ближайшем рынке ко мне обычная говядина обычное трупное окоченение вчера зарубленная потом за ночь схватившиеся в жесткую говядину с 600 рублей 700 стоит мякоть жопная часть но это тоже жопная часть но у говядины которую вчера забили да она жесткая а мраморка мягкая мало того что в ней есть жир во вторых она отвеселась влажного или вылежала в упаковке в вакууме обработанная газом там примерно 10 дней и она уже расслабила мышцы ее можно жарить она будет мягкая я ее открыл для того чтобы она полежала и подышала стала красным сейчас она не очень красная она такое еще пока розовая вот смотрите буквально пройдет сейчас 15 минут это мясо станет ярко красным надышится но что здесь он в вакууме мясо надышится нужно подышать мясо очень мягкая и теплая потому что она у меня лежит уже два часа при ком-то температуре оно должно согреться тогда точность прожарки и мягкость будет гораздо эффективнее мясо пока не солим переходим картошки значит винишко закипает у меня посмотрим что у нас там происходит мне еще не закипела видимо а может в этом вине в дешманском в пакетах я беру самое дешевое может быть там еще и алкоголя вовсе нет а не появляется алкоголь можно конечно так поэкспериментировать так 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 подождите главное ничего не сжечь чтобы ничего не сжечь нужно закрыть крышечкой и пусть оно само по себе выпаривается ну что тут вытяжка близко но она как бы пламя не достает но лучше с этим не экспериментировать дальше запах вина и розмарина конечно к стейку это самое лучшее самое лучшее так теперь мне нужно нарезать такими вот слайсами но это максимальная толщина которую я могу здесь установить я думаю что 1 миллиметра 4 не будем экспериментировать с пальцами возьмем другую картофанчик опа не говорите мне про заморочки потому что если я хочу просто пожрать я конечно беру делаю пюре из картошки и все но если я собрался приготовить праздничное блюдо из простых ингредиентов я конечно же сделаю это с умом и с красотой поэтому берем колечко какой-нибудь и просто напросто делаем вот такие вот шайбочки все остальное в пюре ху все наделаем шайбочек и я расскажу что я буду с ними делать в общем как только у вас все медальончики нарезаны соус и уваривается а картошка процежена ее нужно на салфетке разложить но я понимаю что такое многие сейчас просят то что надо просто брать ее жарить она влажная а в сковородку в которой у меня нагревается масло вот сейчас он нагревается лью довольно много масла чтобы покрылось дно чтобы не было дырочек то есть пару миллиметров но сплошняком вот здесь мне не хватает зубчика чеснока и не хватает сухой картошечки влажную картошечку в таком объеме закинете офигеете от количества масла на ваших стенах взорвется она и так то будет стрелять но если вы не промокнете это будет масштаб бедствия в три раза сильнее так вот чесночок сюда масло чутка ароматизируем чесночок поплыл поплыл масло не должно раскалить до раскалиться до температуры 180 градусов нам там и 150 хватит и 140 хватит и 130 хватит у меня есть пирометр продаем пирометры пирометр продаем но вообще кондитерами пользуются активнее чем повара и активнее чем люди ну все там огонечек поменьше температура здесь 160 в общем теперь аккуратно нужно подсохший картофан закинуть туда на обжарку ребзя к обжарке готовы 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 правильно молодцы ну а чё пятачки смешные такие начинаем сразу же перемешивать картошку она еще не начала обжариваться но нам нужно знаете что сделать нужно обвалять ее в масле каждую чтобы не было соблазна прилипнуть к друг дружке соли никакой не надо пока жарим до полуготовности без соли без ничего а тем временем соус то уже уварился на одну треть аромат шикарный это такой мужской обед самый настоящий значит тут у нас что стейки стали красными вот смотрите видите этот до сих пор еще сероватый видите разницу в цвете видите она темное мясо а с этой стороны светлое яркое или вот так вот лучше вот так больше видно он смотрите разница в цвете какая тут подышала это еще нет надо перевернуть обратной стороной и уже можно мариновать я просто протираю вот этот лодочек перед перед тем как использовать и не использую другую посуду здесь тоже это можно делать розмарин прям пару веток нужно ободрать растерзать чтобы эфирные масла пошли наружу соль соль розмарин соль розмарин наш уж такое-то не ломается три зубчика чеснока но тут три больших один маленький быстро ломать быстро достаем что делаем кто знает что делаем правильно режем как попало режем режем нам нужны ароматы и вкусы это можно сделать только если порезать чеснок но раздавить предварительно картошку помешиваем опа почему мешают вот так вот они лопаткой в самом начале лопатка мешала потом стал вот так кто знает ответ напишите пожалуйста а я чуть позже скажу его для чего я это так делаю значит сюда я добавляю еще маслица можно оливковое но оливковое мне не особо нравится для стейка тем более теперь все это массируем массируем отлично пекание стейк похож на стриплоин с этой стороны у него жир а здесь мясо в некоторых нерадивых ресторанах пекание выдают за стриплоин и во что-то у вас триплоин такой маленький ну такой привезли поставщики поэтому и стоит подешевле крут зараза но среди моих знакомых шефов таких нет так смотрите что получилось картошка уже начинает карамелизоваться да вот местами я и выключаю так что у нас соусом соус уже начал пузыриться это означает что вино упарилась сахар стал работать как эмульгатор то есть пузырек надувается большой до пена возникает сначала же пены не было это значит что у нас винный соус уже на последней стадии так здесь я беру пластик на доску потому что мне нужно слегка просушить от масла салфеточки так раскидываем на пластик она полу готовая пока еще не вся проварилась прожарилась картошечка но уже выглядит замечательно монетки такие золотистые дальше значит рассказываю почему я мешаю не палкой мешалкой а подбрасыванием в сковороде я здесь блюду красоту палкой мешалкой во в то время как краешки у картошки уже подготовились ну то есть стали мягкими палкой мешалка я разрушу вот эту вот форму нагрузка очень высокая ведь никто не замечает что вот вы сначала поднимаете картошку потом ее надавливаете поднимаете надавливаете овощи вы так жарите салаты так вот вот так вот нажимаете а здесь она сама поднимается и падает амортизируя вот как бы пена какая да то есть она даже не падает пена потому что сахар уже удерживает ее то есть означает что мы близко близко к финалу так картофанчик у нас маслица впитал лишняя верхняя салфетка от картофанчика масло лишнее впитала теперь мы его перекладываем вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда распределяем более-менее и отправляем разогретую духовку все делаем одновременно так соус готов он уже чай вот этот уже все он уже он уже густотень мустотень видите уже с плиты снял его он до сих пор еще горячий что сахар уже сахар здесь кармелизуется ну розмарин и чеснок дают конечно просто шикарный аромат это все уварилась концентрировалась и кислота и пока пробовать не буду я с огня снял для того чтобы наверх горячо во вторых у нас картофан идет досушиваться я поставил верхний нагревательный элемент мне нужно чтобы максимальные лучи были сверху картошка почти готова ё-моё как она может быть почти готова ну то есть почти готова то она может а солить то ее кто будет а перчик мерчик смесь красивая и еще розмарин чуть-чуть такой взял достала все еще по и половину всего еще сделал тоже но мандарина задача была как бы у меня в голове сделать картошку с максимальным розмариновым вкусом потому что великолепно подходит говядине соответственно так и получилось у нас все теперь можно ставить жарим стейк значит как мы его жарим нагреваем сковородку берем какой-нибудь пинцет побольше пока сковородка нагревается значит быстро стряхиваем розмарин и чеснок ну что-то останется останется ничего страшного и подготовьте горелку если она у вас есть если нет горелки значит сгоняйте в хозяйственный магазин купите себе горелку потому что вы смотрите мой канал нет горелки ну вообще жесть сковородка должна раскалиться хорошенько не экономьте сейчас покажу одну фишку которая который вообще о которой говорил но не показывал в действии вернее показывал но частично как мы даем вкус гриля стейку такой лайфхак впервые вообще наверняка вы его видите аромат шикарные из духовки так пора пора по моему да уже смотрите бросаем мясо должно быть не холодное будет холодное мясо вот воды будет много давать и будет не очень хорошо себя вести отправляем сюда и жарим держим на готове горелку сейчас перевернем и несколько манипуляций дадут нам возможности откроют глаза на многие вещи масло не дамы жарим только на том масле которое у меня было в смазке сейчас секунду жирок надо немножко подтопить его начать стороны нужно немножко подогреть его как бы помочь чтобы при переворачивании у нас стейк не остужал сковороду мы немножко его подогрели теперь внимание у нас сковородка разогретая я обычно всегда у себя в кафе на гриле делаю так переворачиваю начинаю вот так вот его 30 похлопывая мы получаем огонь активный огонь получаем понимаете о чем речь идет стейк не толстый не 3 сантиметра здесь ерунда поэтому я его не буду в духовке доводить это вообще стоит минутка но в моем случае моем случае это завеса дымовая смотрите карамельная появилась корочка и все но будет медиум ре я люблю такой но медиум ре она еще дойдет там за 10 минут отдыха видите никакой воды никуда не выделяется здесь никакой воды нет скажут сейчас соль выделяет влагу да кто так делает я так делаю поверьте мне на сковородке нет воды здесь нет воды вода вся внутри сочное мясо получается так нужно вот так сделать взять тарелочку и опа перекладываем стейки сюда пусть отдыхают а тут уже такая дымовуха осталось совсем немного смотрите соус слегка остыл раз мы оттуда берем и достаем всю труху поглядите какой получился соус ведь он густ густо как стекает со дна да вот уголочек чтобы сделать соус более вкусным во первых нужно попробовать прежде чем понять что нам надо делать то его куда вкуснее нам надо тянуть он сахар карамелизовался соль акцентировала свой вкус зараза вкусный я такую люблю но так как вам вино нужно добавить сюда чуть лимонного сока каплю прям вообще три капли просто сделать его чуть кислее это раз второе соли не добавляйте сюда ни в коем случае но сюда нужно добавить сливочное масло вот смотрите приблизительно до 150 миллилитров где-то вот тут и есть может чуть меньше может 100 на этот объем нужно добавить столовую ложку масла с горкой у меня она лежит здесь так сказать оттаившие поэтому этого довольно много 1 грамм 40 примерно чисто французская технология когда вы масло вбиваете в полу остывший соус во первых для того чтобы сделать карамель более жидкой во вторых объединить сделать вкусы мягкими кислота чтобы сахар все смягчает масло такое очень субстанция такая которая смягчает все вкусы во вторых если будете в кипяток это все кидать жир будет отсекаться а так ничего не отсекается смотрите что получается тягучий гладкий соус масло еще делает его блестящим чё с картофаном то у нас мама мия санта-мария красивый ты какой все достаем да я думаю как раз у нас пока здесь соус лук лучок золотая луковица пальцы горят уже у нас получилась такая золотистый картофанчик бомба-бомба розмарин высох кстати когда розмарин поджарился он становится съедобным если вы не в курсе потому что свежую веточку засуньте в рот будет вам горько невкусно то даже чесночок оставим то когда он после печки или после фритюра он такой вкусный съедобный перфекто медиум рай как я люблю альтернативные стейки в своей так сказать в большей массе из довольно экзотических частей из экзотических частей тела поэтому значит вот вот так внутри поэтому они немножко могут быть жестковатые чтобы этого не происходило для многих стейков альтернативных медиум оптимальная прожарка но вот для него медиум рай лучше для диафрагмы медиум рай лучше многие говорят я не ем мясо с кровью но тогда вы должны понимать какое мясо для вас без крови можно жарить а то вы приходите в кафе такие типа можно мне пожарить там пеканию велдан те как бы официант говорит сэр но как бы для пекания велдан это не особо классная тема ты ему говоришь мне пофиг я бабки плачу велдан мне пожаре я не ем мясо с розовое внутри мне жена коричневая было они вам приносят велдан вот такую альтернативку а она не жуется вообще и вы такой чаевых не дам переделайте я хочу сочное мясо не бывает сочного мяса определенных видов мяса альтернативных стейков они могут быть сочные мягкие только при определенной прожарки короче смотрите какой густой получился соус вообще очень густой все аккуратно нужно все перемешать так чтобы масло у нас было внутри они снаружи и льем куда правильно вот сюда оп я вижу как соус заполняет потайные уголки в душах моих зрителей вот так не хватает одного маленького штришка микрозелень микрозелень быстро микрозелень такой фиолетовый все должно быть такое брутальное значит обязательно вот сюда потом значит соль дополнительно а мы с уже сыпали сюда так раз значит перчик дополнительно нужно на стейк обязательно пошел как стейк и без перца друзья это мясо это картофан это к нему винный соус по сути три ингредиента немножко заморочки вы получаете праздничное блюдо я вас уверяю если ваш муж придет и вы ему поджарить и вот так и подадите с этим соусом он вас на руки возьмет подкинет поймает в десна расцелует я к тому что давайте пробовать надо уже пора что может быть вкуснее говядины правильно прожарочки в принципе мягкая учитывая что пекание вообще это все мягче и мягче не знаю что за часть это божественно это божественно розмариновая картошка кисло-сладкий соус завидуйте мне господа завидуйте им потому что это вообще огонь огонь огненный огонь я так могу сказать только что самые простые вещи могут быть во первых в ресторанной подачи но нужно заморочиться они могут быть красивыми они могут быть вкусными и это доступно вам потому что вы сейчас почти до конца досмотрели этот ролик если вы это сделаете вы поймете о чем я говорю а я буду с вами прощаться потому что мне это доедать я же оператором никому ничего никому ничего не должен быть стройные красивые праздники будет все это доедать вообще что с ним произойдет они станут толстыми не к доверяйте худому повару но доверяйте худом оператору до